Депутатский взгляд Депутат Думы Новоральского городского округа и председателем комиссии по бюджету и экономической политике, перспективам развития и капитальному строительству. Шестой округ расположен в исторической части города. Он включает в себя 55 домов, частично расположенных по улицам Ленина, Льва Толстого, Парковый проезд, Свердлова, Спортивный, Фурманова. Александр Николаевич Волков – депутат Думы трех созывов. Он всегда на связи с жителями, знает обо всех проблемах и трудностях, которые есть на его участке. Ведь он и сам житель шестого округа. Напрямую общается с избирателями, а со многими знаком уже многие годы. У нас здесь улица Парковый проезд, она одна из старейших в городе. Тут проблемы и с ремонтом, и с парковочными местами. Как-то этот вопрос планируется? Ну, понимаете, в чем дело. Мы вот где-то года три назад в Севашке Наталье Леонидовне выезжали специально сюда для того, чтобы эту территорию поставить в план ремонта. Почему? Потому что территория непростая. У нас находится здесь садик. Садик специализированный, подчеркиваю, специализированный. Сюда приезжают дети со всего города. Зимой здесь, вот видите, сейчас ненормально все это, да, когда машины стоят на газоне. А зимой газонов нету. И родители, когда привозят детей, они просто машины бросают на дороге. И, соответственно, одностороннее движение, и когда люди на своем транспорте движутся снизу, они просто не могут проехать. То есть коллапс? Ну, это, понимаете, в чем дело. Это коллапс, коллапс, но еще и безопасность определенная. Когда детей высаживают на дорогу, когда здесь, в общем, такое движение, но это, опять же, связано с детьми. Когда будет ремонт, во-первых, расширение территории, как для домов, естественно, какие-то парковочные места должны быть, так и для жителей домов, потому что они тоже страдают. И сегодня возникает вопрос о том, что нужно комплексно подходить к ремонту дворовых территорий. Расскажите, как вы взаимодействуете со своим депутатом? Как вообще у вас обстоят дела на доме, на районе? Да, замечательно. Мне, как бы, я очень благодарна Александру Николаевичу, то, что вот, помогает праздники проводить. Да, и, в принципе, поддерживает. То есть нас, меня поддерживает. Также землю, то есть Трикуба нам дал. Это вообще просто я счастлива. Жители тоже так же очень рады, благодарны этому всему. Праздники у вас, да, на районе проходят? Да, да. После субботника, допустим, вот, что вот субботники проходят, соответственно, что я позвоню Александру Николаевичу, говорю, хочу детский праздник. Не вопрос, все как бы, так же угощение, все вот это проходит. Дети веселятся, радуются, играют, и все счастливы. Дома у вас четырехэтажно, уютно, и живете по-соседски все? Да, 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 помогаем друг другу. У нас даже бабушки выходили, когда вот привезли землю, выходили, землю растаскивали. То есть я им по пол ведерка насыпала, они все вот бегали, вот им потому что нужно цветочки садить. Надо же успеть, чтобы все вот это выросло, чтобы это все было красиво. А вот некоторым соседям хочется сказать, давайте жить дружно, ведь район-то общий. Но ситуации бывают разные, когда договориться оказывается сложно. Так произошло в домах рядом с 45-й школой. Одни жители поставили тут забор, а другие были против. Справедливости ради отметим, что таким образом для ребят, которые идут в школу со стороны театра Куколсказ, вдоль школьного стадиона по Ленина, проход стал неудобен. Мы снимали нашу программу, когда проблема уже сдвинулась с мертвой точки, и начался ремонт будущей пешеходной дорожки. Суть вопроса здесь в том, что когда-то в 16-м году здесь жители дома 15-я сделали забор и загородили проход детям в школу. Вот проход вот здесь вот был, лесенки до сих пор остались. Теперь они ходят вокруг. В 16-м году издал указ, здесь комиссия была, что этот забор сдемонтировать. В 16-м году его сдемонтировали где-то в декабре, и комиссия постановила, значит, здесь сделать проход. Именно вот документ этот подписан. Борьба велась с тех пор, вот считайте, уже 8 лет. Борьба за проход между домом 13 и школой. А так-то больше никто ни за кого не боролся, только за проход. Вот. Благодаря вот усилиям неимоверным Волкова, Александра Николаевича Тюменцева, мы к нему тоже ходили на приемы. Ну вот дело сдвинулось. Вроде сейчас вот дети будут в новом учебном году ходить, ну вот, по безопасному пути. Выход здесь один общий, тротуарных дорожек нет. По обе стороны этого прохода поставят машины частные, а потом проезжают все время с магазинов, мусорка, габаритная очень. И людям негде пройти. Если кто-то зазевался, может попасть под машину. Поэтому мы и требуем, чтобы здесь сделали проход. Тут и с колясками, и женщины с палочками, ну, разные люди ходят. И очень узко. Я мечтаю, что скорее история закончилась. Потому что она тянется 8 лет. И я обещаю, обещаю, я сделаю ленточку, и торжественно приглашу жителей, и мы ее перережем. Потому что мы так намучились за эти годы. Мы просто рискуем жизнью детей. Вот из-за них, скажем, жителей, из-за них жителей, которые решили поставить забор. А это большая-большая, скажем так, проблема. Я думаю, что объект будет сдан. Благодарю жителей в первую очередь. Потому что если бы не они, я бы один, наверное, не добился. Потому что они и к главе ходили, и мы комиссии сюда приглашали, и комиссии выезжали, и они выходили сюда. Вот совместными усилиями мы проблему решим, решим и поставим точку. То бишь объекту быть. Третьеклассницы Динара и Наталья с удовольствием гуляют на современной детской площадке. Она находится возле дома номер 9 по улице Свердлова. Девчонки сейчас на каникулах, и свободного времени для прогулок у них много. Мы тут гуляем, потому что нам тут нравится. Тут построили недавно новую горку синюю. И тут есть тренажеры. Мы любим на тренажерах. Спортсменки? Ну, типа того. Раньше мы гуляли на других площадках, рядом с нашими домами. Но мы решили сюда прийти, потому что тут удобнее. Среди всех площадок, расположенных в районе, именно это у девчонок стало самой любимой. Между тем, обустройство детской площадки удалось благодаря большим усилиям. Александр Николаевич, вот Свердлова 9, здесь такая замечательно яркая площадка, благодаря чему ее удалось построить на радость жителям, детям, всем. Эта площадка достаточно далась болезненно, очень болезненно. И, кстати, это была самая последняя площадка, самая последняя площадка в городе по софинансированию 90-10. То есть, когда 10% платят жители? Да, 90% бюджет. Бюджет здесь, я сейчас сумму не помню, но были потрачены миллионы. Вот. Чем она знаменательна? Здесь не очень долгое время не могли нормально провести собрание. Были большие дебаты, большие споры. Я сюда приезжал неоднократно. Мы с Ивашкиной Натальей Леонидовым сюда выезжали. Вот. И было опасение, что ее вообще не сделают. Почему не сделают? Потому что мы уже уходили в зиму. Вот из-за всех этих споров, со всех вот этих сроков. А сроки были на поставку оборудования, вот на этот комплекс. Все же не наше. Все шло с Питера. Вот это оборудование было, его просто перенесли и так далее. И сегодня-сегодня программа, которая работала, она, конечно, хорошая была программа. Вот. И мне кажется, надо возвращаться, пусть та программа 80-20, но нужно как-то войти в нее, попытаться. Но если мы не будем обустраивать дворовые территории, дворовые территории, конечно, большой-большой минус нам всем. Сегодня тот пресловутый капитализм, когда нам отдали и дворы, и дома, и сказали, вот вы давайте теперь богатые стройте, это была большая и есть большая ошибка. Почему? Потому что жители сегодня, особенно старых районов, которые проживают в основном пенсионеры, они ничего сами сделать не могут, потому что люди финансово неподъемные с точки зрения того, чтобы вкладываться в внутриквартальную территорию. Сегодня необходимо вкладываться бюджетом. Это уже жизнь подсказала. Я надеюсь, надеюсь, все-таки у нас программа та заработает, заработает, которая сегодня запустила, ну, по крайней мере, механизм запущен. Ну, а двор, двор вот благодаря этому как бы сделан, построен, выстроен. И площадки есть, и парковочные места есть. Одно маленькое, но все красиво, кроме травы. На Фурманного 20 в 6-м избирательном округе в следующем году появится пилотная современная площадка при конструкции старых. Новая площадка для мусора будет с евроконтейнерами. Документацию будет разрабатывать Управление капитального строительства. А в эксплуатацию площадку ведут в 2025 году. Года два назад, года два назад мы собрались в комиссии, комиссии, и приехали сюда. Я был, конечно, поражен, здесь не было дороги подъезда к этому, непосредственно к самой мусорке. Почему? Потому что она просто провалилась. И когда стал вопрос о том, что делать, ну, было принято решение, хорошо, я по просьбе жителей, были так называемые депутатские деньги, я полностью практически все, что было у меня, я положил в эту дорогу. Я имею в виду, как депутат, самец администрации, здесь и Вашкина, Наталья Леонидовна уезжала, мы здесь неоднократно собирались. Мы эти деньги положили в дорогу, все нормально. Но это опять не решение проблемы. Почему? Потому что мусорные углубленные контейнеры, они сегодня, видите, все провалились, потому что они ушли в болото. И сегодня сюда, который транспорт приходит, во-первых, он трудноговоритный, он разрушает, опять же, асфальтовое покрытие. Вы заметили, что поставили маленькие контейнеры для того, чтобы там могли заходить небольшие машины, которые привозят мусор. Вот. Ну и, соответственно, это надо все будет демонтировать, потому что это не дело. А демонтируя, а демонтируя, необходимо сделать новый проект. Новый проект, и это будет экспериментальный проект. Вот, крупногабаритный еще и мусор будет задействован. Проект есть, работы дорогие, дорогие, но делать будем сегодня крупногабаритный мусор. Мусор должен страдироваться по-нормальному, потому что он сегодня не может просто так где-то валяться. И сегодня, особенно, жилые застройки, где высотные дома, там тоже просто очень-очень много вопросов. Здесь хоть территория позволяет, там еще территория не позволяет. Но попробуем, сделаем. Вы один из опытнейших депутатов в нашей Думе. Расскажите, вот как налажено взаимодействие, как удается решать вопросы на разных уровнях власти? А понимаешь, что делать? Один ничего не сделаешь. Это, как говорится, не воин. Только совместными усилиями депутат, администрация всех слоев уровней, комитеты, управленцы различного уровня, службы коммунальные, я в общем сейчас беру. Администрация, имею в виду, начиная от главы, заместителей, любой направленности, не только заместители, там, допустим, как Вадим Раисович Хатипов, а там может и социальные вопросы быть на территории и так далее, так далее. Только совместными усилиями мы что-то можем сделать. Мы только совместными усилиями можем содержать город. И вот я считаю, это мое глубокое убеждение за все годы работы в администрации, депутатам и так далее, я глубоко убежден, мы можем и будем содержать город в чистоте и порядке, когда будем работать сообща. То, что, в принципе, мы сегодня с властью работаем, с властью работаем, очень много подводных, к сожалению, камней, нужно работать еще с управляющими организациями, в которых не так все просто и не всегда все получается, но, тем не менее, другого не дано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова